Это, видать, одно из важнейших святов в нашем христианском пантеоне, будем так сказать. Сейчас это свято в полном смысле христианское, хотя начаток идет с недалеких часов. Он заходит из культа протков. И практически в каждом народе есть культ протков. И он был, некоторые уже стратили, а вот белорусы как раз вельми заховали его. И это означается, что по сегодняшний день у белорусов натурально, яснует вот этот культ протков. И это все, разумеете, это справляете. Для нас это можно трошки учить зимно, потому что мы живем между собой. И для нас это все натурально, как по ветру и солнце. Але у людей, яких нема такого, они с великой цикавостью назирают за нашими обрадами, за нашим житцем. Что тут вельми истотно? Что это дзяты, вот это свято, оно вельми важное в духовном сенсе. Потому что оно заявляет об вечности человеческого иснования. Люди, якие поважают культ своих задов, культ протков, память мают об их. Они как бы суяснуют в певный час разом зиме и разумеют подсведома об вечности житца, об вечности иснования. Это один момент. И другой важный момент, что весь народ солидаризуется, он робится солидарным в этом житце, якое вечное. Соправды, немае значения уже ни культурное, ни социальное, ни какие иншые. А ось именно это вот стан житцевого исставания, який, и сегодня, как мы есть, и те, кто были, одночасно союснуют. Вельми пригожая идея, вельми пригожая философия и вельми пригожая свята. И тут я хотел бы закрануть вот такое питание, что сдавалось бы нам, людям, ну, выхованным на литературу, на певных, так сказать, религийных постулатах, на певной, там, мистерии, на непологии, сдавалось бы, что люди повинны и не к стремценностям относятся до вот этой з'явы, когда побачь, духи з'являются, они вот думаются об этих людях, яких нема, и это навязывается до неких, ну, таких уявлений, чем займались спириты, якие, когда кали, там, духи, круцили сподоких и так далее. То, что характерно, и это тут было видать, навык на этих кадрах, абсолютно будзённые дочинения. Нема никакой мистики, никакой вистерии у Беларуси. И как быцем, вот сегодня мы все разом говорим, вот тут наши дзады, вот треба это, треба так. Это кольки я надзирал, и на Могилках, и в православных, и в Катриках, вельми просто дочинения. Але полное такое чувание, что ось души наших померых, ось они разом с нами, ось мы говорим, всё абсолютно, где такая бытовая говорка, нема никакой, никакой мистики, никакого отрывчения, а, другого боку, это же абсолютная мистика. А, другого боку, это же вот это трансцендентное, это вечное основание. Мы побольше, мы все духи разом, только они там, и мы не можем с ними по коль споткаться, а мы тут, а не мы ведаем, что мы разом. И вот это вельми характерно, вежливо, для беларусов. Вельми характерно. Вот воспринять всё в таком плыне життя нормальным, натуральным. Я вам некогда рассказывал, как люди, которые утеклись в огненных носах, когда их спаливали немцы, когда они утекали смертью, там от расстрелов, и вот они рассказывали о каких-нибудь детях, забивали всё так само. И непросто, и не так без надрыва, без никакого ожидания, зарабить уражение на человека, что я пережил, какие-то были переживания. Беларусы это не оповедали. Он рассказывал просто. И это у стенича надзвучай мощно. Вот и что, что цикало, что вот такие поводины, они просто, ну, дисциплинуют человека одразу, потому что это натуральное життё, тут никакой фальш. И это вот я хотел подкрыслить такую характерную беларускую якость. Ну, и с другого боку, Соправды, в Европе шмать девушок утратили гэты традиции. Мы пережили 70 годов безбожжа под большевицкой оккупацией. И ты мне менш... Гэта была заборонена. Все были заборонены, всё. Аль ты мне менш... И они истинали, люди шли на могилки. Бо у самой природе у беларуса треба сходить на могилки. Треба могилки, отведывать своих помервых. Вот у меня матика, сынок, треба на могилку до бабуни сходить. Значит, да я ей сходить. И она там. Треба да я сходить. Это абсолютно нормально, всё. И ходили в разные святы. Необовязково на дзяты, на великодни там ходили, всё. Ну, а для дзяты это уже не было особо. Такое особистое свято. И вот на этом я вот про цяло то, что Наташа пачала. Вельми важно разуметь, что это наша вельмина какая каштовость. Бо у часы всех этих оккупаций, у всей этой идеологии, этой пропаганды, какая просто нижчая человеческую святость, ось это была основа, на какой стоит наш народ. Вот это вельми важно. Конечно, это глубоко связано с сельскими людьми. Але и в городе так само. И не только ты, а сельские люди переехали в Богу. Белорусы и городские, и всё, и они поважают помежевых. Треба сходить на могилу, это Болесково. Вот и в конце 80-х годов, вот это уже свято, молодь наша, в Воронной фронте, ки появился, отродили, як свято громадское. И вот тут я трошки на этом спынюся. Трошки расскажу историю, як это починалось. Это были вельми невядомые дзяты, и какие отбылись в 88-м году, в 1988-30-го Кастричник. Як раз сегодня в юбилейне. Что это было за з'ява? Потому что по сегодняшний день люди, которые там были, они это вспоминают, асенсовывают. Вот недавно я почитал у Некляева, и он был на таких дзятах. И он каже, что это падея, тое, что тогда отбывалось, он ставит все это, взрослым великих историчных падея, которые отбылись в Беларуси. Скажем, утворение БНР, объявление незалежности БНР, выступление там Организацию Объединенных Наций в Беларуси, початок войны и так далее, что это была лёсовызначальная з'ява у беларусской истории. И вот это асенсование, оно абсолютно правильно. Не то, что там человек субъективно нечто подумал и, так сказать, вробил певное перебольшение. Это саправдой так. И я постараюсь растолмачить лучшим судность вот этой рацины, чему оно саправдой так. Тогда, под концы 80-х годов, коли только что утворился народный фронт, а он утворился 19-го кастричника, вот про два тени было объявлено, что будут эти ароматские з'явы, усе идём на могилки с белыми клетками, белым оденьем, идём на куропаты, ушавновывать своих протков. Были изроблены объявы по городе, был дозвол спочатку горлы Канкама, а потом заборонили. И так отрималось, что спочатку дозволили, а потом заборонили. И вот тут, и тут отрималось, что люди массово ишли на дзяды. Спынили метро, спынили транспорт, как люди не могли доехать, шли пешу. Я пришёл на годину ранее. На годину ранее, это когда у сходних моделок, и бачу, что по усих этих пустейчин, там был таки сад, может, теперь уже, напевно, неясно есть, может, гектаров 50 старый, и там кругом стоят люди, перепранутые у цивильной одзельной. Полна этих варанков, этих хапунов, полна машин военных, полна этих машин с водяными гарматами. Вся улица заставлена, полна милиция. И это ещё там нема людей, они уже там есть. И, разумело, что нечто рыхтует. И вот начали исти люди, я это всё назираю. Идут с предками, идут с семьями, с детьми, выбирают пыльных людей, кидаются в милиция, переодетая, хапают, и в машину, тут же подъезжая машина, тут же в машину, и отвозят. Почали хапать таким чином людей, и в основном хапали сяброу Организмного комитета Народного фронта. Ну, и, в речь-то-речь добрались, это менее обознали, усё, али уже тады, кали почали хапать, люди почали сопротивляться, собралось ашмат людей, и почалась ассалидарность, кали некого хапали, то и еще и кидалися ротовать. Такого, спочатку было так, как у саваня, посетция, кажуть, статок зебров, а львы спокойненько задирают, там, одну, другу, нехто ж, это так было, как у живёльных в свете. А вот, когда уже стало людей болей, стали один одного оборонять. Ну, и, кали напали на меня, есть фотография, докладно, кали капитан милиции, пырска, нехазовну тварь. Я кто сфотографовал, есть таки сдымок. То, откуда налетелася людей, значит, поздняка хопают, всё. И основным женщины, основно опинились женщины. Бо, женщины, наши, когда их развиваются, они этими сумками, всё таки, всю милицию могут просто забить. Вот. И взяли у меня у кола, кинулась тут целая рота, значит, но они не знают, что робить, тому, что треба. Тогда, тогда, я вот сказал, что у нас есть культ протков, это дзяды, а у нашей культуры ещё есть культ женщины. У нас особое дочинение до женщины. Батька это, это, ну, церковник, это головный, это авторитет, а мать это сакральная зя. когда нечто вспоминается, то про мать, батька, это родимая, это мать, это мать, это нечто святое. У белорусов это, это вельми истотно. И тогда, вот, в те часы, когда были сутычки из милиции, и всё, я не видел ни одного выпадка, как милиционер штургнул и ударил женщину. И он не мог это, он не мог перешагнуть про себя, потому что это абсолютно неможливо. И вот только по этой хамской уладе, при этих дрянях, вот себе, в этой рубеж пероядины, где амоновец кулаком ударил твороженшины. Это, это просто историчная зяба, потому что белорус этого не может робить. Такого не было. Вот, так вот, тогда, когда, скажу, в основном поколение женщины штопились, и они не видели, что робить. Вот, и таким чином собралась потом целая группа людей, уже человек двадцать калемене, и в такой охове мы пошли туда и далее до могилок, собралась может тысяч десять людей, вельмешмат милиции, кругом стоят на пустырах, на могилках с собаками, офицеры разломанные, кричат «пошли ты там, они подрихтованные у своих уже коллективах, может проглядели какие-нибудь кинофильмы, сказали, что фашисты будут резать, и так далее, и все, и они просто ослаблены были, собаками, и все, и я это все надзираю, ну и треба думать, что же это такое, что будет, я просто интуитивно почувствую, что рихтуется вельми великая провокация и мягчимо с трупами, не не фронта не будем. Мы не допустим. А фронт уже утворился. А фронт уже утворился. И вот, фронт ведь с этой дяды. И отчулося, что, видать, тут хочет сделать такую провокацию, как знищить все на корень. Весь рух, который начинается. Тем более, что прошло вельми шмат людей, при тем, где думая люди, был Ян Кабры, помню, там, актеры, режиссеры были, там, композиторы, там, райеруски там, Валеры. Я сам бачу, Валеры газом у твар пыскали в милиции. Их начались неважать вот этих людей. Ну, шо там той милиции не говорит, кто таки Ян Кабры. Им дали загад. И они плевали на этих людей. А они пришли на дяды, не пришли там подтримать фронт, все что-то. Они просто пришли культурные люди. Это культурное мероприемство. Это новое изъяло. Ну, было все заборонено. Они пришли раптом, до них начинают такие относимые. И тогда мы там с моей этой группой прорвались туда до початку этих могилок, там можно было встать на бордюр. И я поспел сказать только где-то секунд 30. Больше мне не дали. Но я сказал так, что рихтуется провокация. Вельми серьезная. Коли будуть бить, не отказывайте ударом на удар. Не поддавайтеся на провокации. Тримайтесь разом. Не разбегайтесь. Беритесь за руки. Идем усе на куропаты. Я еще поспел это сказать. Потому что требовало развести этих людей. Я бачил, что со всех боков замкнутое пространство родится. Замкнули улицу с того, с того машинами обставили людей. Вот тут сганяются и начинают топтать. Значит, мне что-то нужно сделать на двору. Уже чисто интуитивно. Чисто интуитивно. Отчувалось, что нужно просто развести. И отнималось как раз то, что нужно. Потому что частка людей, может тысячи три-четыре, пошли со мной на куропаты просто в поле. У них полное замешательство. Машины, обгоняя нас автобусов 10 за этим замоном, поехали на куропаты сустракать нас там. Там так само разорвался на толп на две частки. Они дают некие бестолковые команды. И у них замешательство. Отчувается, что сценарий их не поблидался. И вот, конечно, мы не думали идти на куропаты. Куропаты восемь километров по Заславской дорозе. Но нужно было вывезти людей из этой пастки. И мы их выделили в поле. И вот мы взвернули направо. Вот таки лесок. На узгорок. И со мной были документы Народного фронта. Матролога нужно людям показать. Потому что не радуешь, не телебаченный. Ничего же этого не могло говорить. И вот мы собрались на этом поле. Люди присели. Бо трибуны ж не было. Трибуны бачили выступовцев. Зачитали эти все документы. Выступило несколько человек. И там в першину подняли бел-червоно-белостях. И в этот час мы бачим, что нас окружает, может быть, батальон, может быть, и более милиции и внутренних войск. Они всех окружили. Это их было вельно шмар. Может, что их 700. Они окружили нас все. Все мы садим. И я не знаю, что они будут делать. Чу команды. Я скажу так, что, слушайте, коли они пойдут на нас усим устать и схопиться за руки, триматься усим, не дать себе разогнать. Бо коли нас усих разогнали по поле по одному, то они по одному усих насили. А коли мы будем усер разом, ну, некому попади, а мы все-таки застанемся. И вот они дают команду солдатам этого внутреннего войска, милиции, это топтать. Исти на нас. Они не могут. Они не могут. Люди ж сидят. И девушки сидят, женщины и все. Они не могут. И тогда, что они делают? Они принимают этот шерох милиции и ставят офицеров. В первых шерох поставили у всех офицеров. И дали команду топтать, и это пошли топтать. Вот. Топтали людей там. Одразу была команда встать, одразу поднялись. Ну, кто не поспел с первых. Скажем, был письменник Асташонок, ему рыбы поломали. Годинник раз топтали, руки там. Ну, кто поспел, попал под это. И все штопились такие кошек. Тысяча три людей. И шли назад на дорогу. И они там били палками, выхватывали крайних. А на топ не разогнали. И тут у них поражение. Там так само, значит, там начали людей бить, ганять. Но люди, все, которые слышали эту команду, что не отказывайте ударом на удар. Не поддавайтесь на провокации. Это специально будет робиться. Вот люди это слышали. Потерпело семьдесят человек. При этом мощно многих побили там. Но не отказал ударом на удар. Все вытрумали эту позицию. И когда мы уже на этом кошек вертались назад и шли, то молодцы, там по шестнадцать годов такие, хопали камень, ОМОН едет, они хотели камень в этот автобус едать. Кинься, другие кажут им. Один хопает камень, а другие, это я сам чую. Кинь, что в команду? Не рушить. И эти молодцы, вот эти молодцы кидаются, подпродковывались. Полное, это нечто было неизвычайное. Недаром это кажется, что отчувся вот народ. Вот потом был такой лозунг, что пошли на дяды насильство, а вернулся народ. То он уже там проявился. И я вот, может быть, вы думаете, чему я вам про это рассказываю? Потому что у конца, я скажу, сутность такая раскрылась. Что отбылось? Отбылось вот что. У ЦК КПБ и КГБ был план пустить кровь, может забить пару человек, и все это звалить на народный фронт, сказать, что вот это фашисты, вот что они утворили, какую провокацию потерпели люди. И сплежать все. Вы знаете, то, что было у Алматы в 1986 году, где 118 студентов забили, и они в уголе только пришли подтримать своего секретара ЦК, потому что прислали россиянцы. Это совсем не то это было. Тем не менее, забили 118 студентов. И сплежали всю молодь, всю казахскую интеллигенцию, все сплежали под это. Обзывали их там, ну, кто старейших читал, это жахливо. А там же за силу этого не было. Вот приблизный такой сценарий был тут спровоцировать, как не кто начал биться там и все, но люди ж были здоровые, горячие, все, все, худенько, раз некого забили там, все, и тут пошла працовать пропаганда. Кто этим кировал? Кировал секретарь ЦК Валерий Печинников, секретарь ЦК КПБ. Для него оборудовали командный пункт на улице Сядых. Там привели ему телефон, там была рация и так далее, и он командовал всеми. Была согнана милиция из всей Минской области. Вот непосредственно на Куропата в 2003 году. Усе дороги, которые ведутся в Минск, были перекрыты милицией. Усе было перекрыто. Куропаты были окружены. Все фотографии есть, все снято. Куропаты были окружены милицией так само. Прозгод. Один полковник милиции пришел в Народный фронт и принес шипер, рекогностировка, что повинны были робить. Сам он покинул милицию. Ну, как покинул, он пошел на пенсию. Но нам это привез. Что там написано? Все по разделам. То, что нужно делать, все команды. Ну, все расписано, как в милиции. И выникало из того, что людей должны были спихнуть в старый сад. Такие вот от этих исходных могилок, с левого боку, там такой был старый сад. И там просто посекше попить. Там вот, там вот должно было это отбиться. И этого ничего не отнималось. И что отбилось? И отбилось, что эта провокация провалилась. И все этот командный пункт Печенников ничего не дал. И все эти внутренние войски, они не были за деньги. Не только что нас топтали, а им раздали боевые патроны. В упадку чего они повинны были стрелять. Это все мы доведались об этом, журналисты доверились. И все провалилось. И главное, что люди послухали. Не бить ударом на удар, не поддаваться, не поддались. И это была велизарная перемога. После этого, 30-го, отбылась эта побоище. При этом-то я повторяю. Там была масса письменников, интеллигенции. Людей, которые лечили себя коммунистами. И они отнимали газу и палками по спине. Вот такая справа. И вот 30-го отбылось, а 1-го числа Союз Письменников дал свой дом под Народный фронт. Народный фронт на 1-м поверсии. Велизарное было помешкание. В день и ночь там сидели наши люди и записывали Народный фронт. Приезжали из всей Беларуси. Сотнями записывали людей. Архкомитет Народного фронта заседал в Союзе Письменников на другом поверсии. Там такая зала для конференций, там круглый стол. Весь час Архкомитет працал так. Это был выник. Вот провал этой провокации. Вся интеллигенция, она отвернулась от коммунистов. И об этом писали. Тут Василий Владимирович Быков написал этот огонь. Это было надруковано. Послали людей на Москву. Проинформовали сюда, где можно. В Прибалтику. Потому что, когда бы эта провокация удалась, когда пьяны забили несколько человек, и подняли бы этот пропагандный шум, что это сделали фашисты из Народного фронта, что вот они, так сказать, убили эти фашисты за гроши газдепа и так далее. То, что они говорили и говорили. То это пошло по всем Советским Союзам. Это Прибалтийские фронты. У них была подстава с пляжа и фронты у Прибалтицы. У них была подстава и на Грузию, и на Украину. У Украины еще фронт не был, но уже, можно, подходит. И вот то, что эта провокация провалилась, что мирным шляхом отбылась такая перемога, это, правда, была историческая падение. Потому что и они не смогли начать репрессии по всем Советским Союзам. Это были могутные права у Горбачева. Заплановано было совсем другое. Если бы это произошло, то пошла бы такая хвала по вынищению Народных фронтов, по вынищению всего того, что бы выступал в вопрос коммунизма. Беларусь была на первом месте. Беларусь решила вот эту идею. Это абсолютно правильно, что шляхом несопротивления, шляхом разумных поводов можно перемогать эту систему. Это была перемога. И мы на наш бок переняли интеллигенцию. Интеллигенция стала на наш бок. Она просто увидела, да кто ж бандиты. Ненародный фронт. Вот же что они натворили. Вот это был, правда, переломный этап. И, что очень важно, что народ чувствовал свое единство. Беларусы проявились. Беларусы проявились. В этой ситуации, как я вот упоминаю, столько людей. И так себе повести умело. Это сама ментальность беларусская подказывала. И если бы это было нельзя быть в другом месте, я не знаю, начали бы камни не кидать, начали бы бойки, все. Я, ну, веду, как разные себе люди поводятся. Вот. У беларусов это отрымалось. И тому не выпадково. Это поэты, которые были, скажут, что пошло население, пришел народ. Рапто, вот, это асенсовалось. И это усилило, ну, великий таки оптимистичный дух. И у тех людей, которые там были, и которые это все бачили. И вот с этого часу пошел таки, ну, рост народного фронта. Просто сотнями, тысячами шли люди в народный фронт. Растлумачу, приведу вам несколько фактов, скажем, в союзе письменников, напереданный выбор, значит, вот этот фронт несколько дней, собрался, может, человек 200-300. Вот такое помешкание, как наше, полностью запружено людьми. Из всего Минска люди собрались. У нас никаких структур не мать. Треба работать структуры. Треба не херонистов. Треба нечто робить. Как зарабить структуру? Ну, я один одного не ведаю. Собрались люди, а какие один одного не знают. Я скажу так, слухайте, у нас 9 районов. Фрунзенский район Тойкут, Першимайский район Тойкут, и вы значили все в области. Кажу, разбирковывайтесь по районам. Все разбились на группы. А теперь, скажу, перезнаемтеся там, поговорите, выбирайте по кучу, керовника, и это будет ваша уже организация районного народного фронта. За 30 минут все было сделано. За 30 минут, как люди стали самоорганизовываться. И фактически большинство вот этих структур, которые творились с этими людьми, они протягивали и далее. Вышли на поверхность те люди, каким требовало. Ну, тогда еще настолько худко-интенсивно развивались подеи, что КГБ не поспело там ни своих провокаторов туда уткнуть, ни ничего абсолютно. Это пришли люди, которые были настроены за народный фронт. Вот что были за дяды 30-го кастричника 88-го года. Соправды, это была подея такая дрожженская. И вот это святое, оно стало таким вот символом протков, что оно как бы протки помогли народу узняться, помогли утворить народный фронт. И стала на наш бок интеллигенция. Коммунисты потерпели такое великое моральное поражение. Вот это отлик этого часу, отлик триумфу народного фронта он начался с 30-го кастричника 88-го года.